Президент Аслан Бжания провел совещание с членами Кабинета министров. В повестку дня включены три вопроса – эпидемиологическая обстановка в республике, прохождение туристического сезона и реализация мероприятий, предусмотренных российской инвестпрограммой. В таком формате мы собрались с вами впервые. Завершен процесс формирования правительства, в связи с чем совещания с членами Кабинета министров будут проходить регулярно. Сегодня 19-й день работы в условиях открытой границы. 19 дней тому назад мы, наши граждане, бизнесмены, туристы получили возможность для беспрепятственного общения. Ранее мы не сталкивались с такой проблемой. Эпидемия нанесла серьезный урон экономике, степень которого в настоящее время еще и изучается и оценивается. Нам придется, возможно, кардинальным образом внести изменения в государственный бюджет, в планы социально-экономического развития страны. В рамках двух указов президента реализуется ряд антикризисных мер, направленных на поддержку предпринимателей и определение приоритетных направлений расходования бюджетных средств. По моему поручению, правительством был разработан и представлен законопроект, предполагающий значительные меры поддержки предпринимателей в части налоговых и таможенных льгот продления действий разрешительной документации. Однако, данный законопроект парламентом не принят, что усложняет и без того непростую социально-экономическую ситуацию. В целях поддержки одной из важнейших отраслей экономики туризма мы провели ряд переговоров с российскими коллегами, консультации со специалистами, общественные слушания, по результатам которых 1 августа граница с Российской Федерацией была открыта. Незамедлительно страну начало посещать большое количество туристов. Существенная часть населения Абхазии так или иначе содействовала туристической секторе. Безусловно, открытие границы положительно скажется и на бюджетных поступлениях. В то же время мы должны понимать, что угроза распространения коронавирусной инфекции возросла. В этих непростых экономических условиях особое значение приобретает еще один вопрос. Вопрос реализации инвест-программы. Это реальные безвозмездные деньги и они должны быть использованы самым надежным и эффективным образом. Поэтому этот вопрос мы сегодня намерены тоже обсудить. Пробуксовки в этой сфере также могут вызвать негативные последствия для экономики. Не говоря уже о том, что каждая позиция инвест-программы нацелена на улучшение качества жизни граждан Абхазии. Сегодня в повестке дня три вопроса. Эпидемиологическая обстановка в стране, прохождение туристического сезона и реализация мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой содействия социально-экономического развития Республики Абхазия. Глава здравоохранения Томас Сахнаки рассказал об эпидемиологической обстановке в Республике. Он отметил, что в борьбе с COVID-19 в Абхазии задействованы более 120 врачей. Глава Минздрава подчеркнул, что в стране не хватает специалистов – пульмонологов, реаниматологов, инфекционистов и других. Центральным учреждением, так называемым COVID-19 центром является Гудаутская районная больница с возможностью размещения там до 300 коек для лечения больных средней тяжелой и тяжелой степени тяжести. 12 коек мест в отделении реанимации, обеспечены аппаратами искусственной вентиляции легких в количестве 12 единиц. Инфекционная больница города Сухум рассчитана на 40 коек, обеспечена также необходимыми расходными материалами. Это стационар, прежде всего, общеинфекционный и сортировочный. На базе Гагарской районной больницы у нас развернуто 20 коек в инфекционном отделении. В резерве у нас значительное количество комбинезонов, масок различной степени защиты и так далее. Кроме того, Минздравом заказаны и в течение до конца текущей недели будут доставлены 20 единиц кислородных концентраторов разной мощности. Это для лечения больных средней тяжелой степени тяжести. Различные наборы дыхательные для неинвазивной вентиляции легких, инфузионные шприцы и так далее. Кроме того, хочу также подчеркнуть, что международными организациями UNDP, UNICEF и ВОЗ поставлена большая партия расходных материалов, дезинфекционных средств, медикаментов. Оперативная информация, что некоторая часть коммунитарных грузов чудесным образом продается в аптеках. Вы на это, пожалуйста, обратите внимание. Кроме того, Аслан Бжане поинтересовался, будет ли Абхазия приобретать разработанную в России вакцину от COVID-19. На что Тамас Сахнакия заявил, что Минздрав Республики обязательно рассмотрит такую возможность. По его словам, в любом случае вакцинация будет проводиться только по желанию. Президент Аслан Бжане подчеркнул, что всю работу необходимо продолжить. Это ключевой вопрос, вопрос здоровья нации. И поэтому на повестке дня долго еще будет стоять данная тема. Благодарю за работу. Расслабляться не нужно. Будем принимать упреждающие меры. Будем рассчитывать на то, что мы будем мобильны. Будем рассчитывать на помощь наших российских друзей и на соблюдение мер, рекомендованных врачами. О ходе курортного сезона в республике рассказал министр туризма Теймурас Хишба. Пандемия коронавируса показала, насколько важна туристическая отрасль для нашей страны. И насколько мы зависим от денежных поступлений в период курортного сезона, подчеркнул министр. Количество обслуженных лиц под ведомственными средствами развещения с 1 по 17 августа. ОПК Пицунда 1052 человека. За аналогичный период в прошлом году цифра была 3910. То есть мы видим в три раза меньше. Пансионат Айтар 279 человек. За аналогичный период 2019 года 733. Основные объекты показа, посещения почти каждый турист – это Рицинский реликтовый национальный парк и Новоафонская пещера. Количество обслуженных лиц основными объектами экскурсионного показа с 1 по 17 августа. Рицинский национальный парк 66718 человек. За предыдущий аналогичный период 2019 года цифра была 67877. Новоафонская пещера на данный момент приняла 22918 человек. За аналогичный период та же пещера принимала 43887 человек. Премьер-министр Александр Анкваб подчеркнул, что многие показатели посещаемости и прибыли туристических объектов снижены. При этом глава правительства выразил надежду на улучшение ситуации. По санаторно-курортным объектам в прошлом году 429 миллионов был объем, 45 в этом году. Это в 9,4 раза. По туристическому обслуживанию и по людям, и по деньгам в 5,5 раза меньше. Город Сухум в 4 раза меньше оказал услуг. Гагринский район в 11 раз меньше. Гудаутский район в 5 раз меньше. Новоафонская пещера и по людям, и по деньгам в 5 раз меньше. Рицинский парк в 5,4 раза меньше. Это, конечно, тяжелейшие провалы, и они очень сильно ударяют по бюджету. Я в какой-то степени разделяю уверенность министров, что сентябрь месяц будет насыщен туристами. Показатели бронирования это подтверждают. Мы надеемся на то, что погода позволит, и скоро туристический сезон продлится и на октябрь месяц. Это все не просто, естественно. Там дополнительные нагрузки на все виды услуг, на пограничников, на МВД, на самих объектах. Не просто так. Прав министр, говоря о том, что есть проблемы с обслуживающим персоналом. Но последние дни подтверждают, что уже тихо входят в ритм. Это вселяет в нас уверенность в том, что это резкое отставание, которое случилось по известным причинам, оно в какой-то степени будет нивелировано. У нас есть такая убежденность. Проблем, которые сегодня выявлены, они существуют, это проблемы старые. К сожалению, мы за многие годы не сумели от них избавиться. Министр внутренних дел Дмитрий Дбар перечислил разыскные и оперативно-профилактические мероприятия, которые проводятся по республике в период туристического сезона. Регулярно проводятся силами центрального аппарата специальные оперативные и профилактические мероприятия. Каждый день проводятся они. То есть это в Цандрипши, в Гагре, в Питсунде, в городе Сухум, в Гудауте. Особенно, где увеличен поток туристов. Все сотрудники переведены на усиленный режим работы. Все УВД и УВД по республике Абхазия переведены на усиленный режим работы ведения службы. Усилены пешие патрули и усилены автопатрули. В городе Сухум только на патрулирование заступает от 8 до 9 машин. Также в Гагре, в Питсунде, в Цандрипши и в Гудаутском районе. Подводя итоги совещания, президент Аслан Бжане подчеркнул, что подобные рабочие встречи будут проводиться и впредь. В сентябре планируется совещание, посвященное проблемам энергетики, сферы, в которой складывается достаточно непростая ситуация.